Мур, привет друзья, с вами Зверько. Нам на основу добавили нового убийцу с оригинальным геймплеем, Ханзо. С одной стороны, он кажется имбой, с другой, у него нет контроля. Обкатав его в рейтинге на тестовом, стали ощутимы слабости и такая вещь, как синдром Аргуса. Это когда вы сильны в ульте, но все от вас тупо разбегаются, а как закончилась ульта, ловят и дают по шапке. Я постараюсь сборкой решить эту проблему, но начнем как всегда с навыков. Пассивка. Если рядом погибают крипы, Ханзо получает 2 капли крови, а если герой, то 10 капель. Саму кровь Ханзо использует в ульте, по сути это таймер ульты. Первый навык. Ханзо после нанесения 5 ударов получает возможность поглотить крипа или моба. Поглощение даст 10 капель крови и все бонусы от моба, например бафы или отхил с мелкого моба. Применение навыка на черепахе или лорде нанесут им чистый урон от 500 на первом уровне и 1000 на последнем. Чтобы повысить набивание стаков, надо увеличить скорость атаки Ханзо до 1,50. Тогда за удар будет даваться 2 стака, что позволит поглощать уже после 3 ударов. Этот навык безумно облегчает фарм леса. Вы можете даже не бить моба, а атаковать крипов на линии. Подбежать и съесть лесного монстра. Прекрасно, если это будет монстр противника. Второй навык. Ханзо втыкает в землю проплитый кунай, который наносит небольшой урон сразу и еще меньше постепенно, также подпитывая Ханзо кровью. Урон весьма мал, а процент от физической атаки лишь 60 и 15 процентов. Я думаю, его добавят со временем. Основная цель этих двух навыков это подпитка крови. Ульта. Ханзо выпускает демона, который может пересекать препятствия. Показатели демона соответствуют показателям Ханзо. По сути, это полная копия, но с некоторыми бафами. Скорость передвижения увеличивается на 30 процентов, а скорость удара на 20 процентов. Если демона убивают, он просто возвращается к Ханзо, оглушая и замедляя его. Если вы нажимаете ульту еще раз, то просто возвращайтесь к Ханзо. А если время ульты вышло, тело подлетает к демону. Это опасный момент, если вы в полубое не уследили за таймером. С другой стороны, можно с респа применять ульту, а она почему-то отдает немного крови, и по прямой двинутся в нужном направлении. Тело вас догонит. Теперь о изменении навыках в ульте. Первый навык для применения также требует 5 стаков. После накопления демон может выпустить шипы. Вот именно этот навык наносит достойный урон. Из расчета физический урон плюс процент от максимальных ХП противника. На шестом уровне это 550 плюс 25 процентов от ХП. Нюанс в том, что шипы действуют недалеко, и применение вынуждает остановиться. Но если враг решил драться, то ему будет больно. Шипы еще дают несколько капель крови. Второй навык в ульте. Это телепортация с предварительными ударами. Удары не самые сильные. Вопреки описанию, не все пассивки предметов работают на нем. Урон небольшой, и сейчас он работает, ну, как прыжок гатота. Люди успевают убежать, увидев место приземления. Рекомендую использовать либо, чтобы оказаться демоном в полу схватки, либо прыгнуть, чтобы преградить путь к отступлению противника. Кстати, удары нанесенные в этом навыке считаются за стак первого навыка. Итак, что мы имеем? Хорошую ульту, быстрый фарм. Нет контроля и лишь один навык на нормальный урон. Значит, качаемся в автоатаку. И вот тут срабатывает синдром Аргуса. Нам нечем задержать противника для атаки с руки. А что же, это можно решить эмблемами стрелка, взяв ускорение. Но я в эмблемах предлагаю взять лес с прокачкой первой ветки. Это многократно ускорит фарм. Мы гарантированно забираем моба. А если перед применением первого навыка прожимаем возмездие, то плюс 40 золота с лесного монстра очень приятно. Также здорово брать на Ханза дополнительной способностью какой-нибудь эскейп, как спринт или вспышку. Но я делаю ставку на агрессию, что от нас должно убегать, а не мы. Поэтому берем возмездие и включаем мозг, наблюдая за картой. Пойдем от сборки к тактике. Берем для начала топор леса второго уровня. Благодаря ему мы будем замедлять врага на расстоянии с помощью возмездия. Ну и бонус к защите не будет лишним. Но вы можете взять и мачете. Сапоги-скороходы. Дадут стартовое перемещение до начала боя и очень пригодится в ульте. Багровый призрак. Оптимальный стартовый предмет для автоатакера. Штормовой пояс с его покупкой после прыжка вторым навыком в ульте и удара с руки мы будем накидывать на противника замедление. Также пояс даст немного ХП и брони. Говорящий с ветром добавим еще скорости. Примерно на этом моменте у нас будет два стака первой способности за удар. Косокорозий даст замедление от автоатаки. Ярость берсерка. Шанс крита будет 60% и достаточный урон. Сборка направлена на замедление противника и способностью постоянно догонять, нанося урон в ульте. А если убьют демона, не беда. Чуть фарма и мы снова в строю. Тактика. На Ханза весьма сложно атаковать. Особенно если у нас в противниках убийцы с мозгами. Они будут рыскать в поисках вашего тела, не особо отвлекаясь на демона. Наиболее опасна в этом случае Наталия. Она прямо таки не слазит с Ханза. Без ульты одной автоатакой мы не можем отбиваться без дикого перифарма. А применение ульты требует времени. Теперь о хорошем. На старте вы можете сразу начать с леса, съев союзного баф монстра. Или же оставить его своим. Но взяв с собой поддержку, пойти отбивать баф монстра врага. Также при должной смекалке и прикрытии Ханза практически бессмертен. Спокойно вылетает из-под башни демоном или укрывшись в кустах, когда нету врага какой-нибудь Фанни или той же Наталии. Тактика же сводится к фарму крови, нахождению укромного места и применению ульты. Внимательно следите за нитью связующую демона и Ханза. Когда она краснеет, тело угрожает опасность. Когда ультуете, летите напрямую, не огибая камни к противнику и портите ему здоровье и жизнь. Люди привыкли ожидать атаки из кустов, но из камней еще нет. Старайтесь подбежать пешком, атаковать, а потом прыгнуть на опережение вторым навыком, по кд применяя первый навык вносящий кучу урона. Противники будут стараться от вас или убежать или оглушить. Притом последние естественно опаснее. И если вас хорошо поймают, к противнику прилетит ваше тело и вас грохнут. Итак, фармите лес первым навыком, чистите линию, помогая себе вторым и ультуете из защищенного места. Вот и вся хитрость, дерзайте. На этом все, подписывайтесь на канал, делитесь видео и конечно ставьте лапки. Всем пока!